Вячеслав Ващенко – потомственный металлург. Его родители всю жизнь проработали на Северском трубном заводе. Он и еще два брата до сих пор трудятся на городообразующем предприятии. Вячеслав говорит, когда речь зашла о выборе рабочего места, то семья дала единый совет – только СТЗ. Конечно, папа хотел, чтобы я пошел механиком, но я выбрал почему-то резчика. У него там почему-то он говорит, ой, иди. Ну, выбрал резчика, но вот не пожалел. Бригадирскую хватку Вячеслава в цехе заметили сразу. Начали продвигать его, давая ответственное производственное поручение. Дело пошло. Спустя время нужно было подыскать достойного дипломированного специалиста на замещение мастера во время его отсутствия. Вячеслав подходил, только специального образования у него не было. Тогда он без раздумий сел за парту. Хорошо, что техникум имени Назарова позволяет получать диплом в любом возрасте. Сейчас бригадир Ващенко – правая рука мастера. Надежный помощник для коллектива. Мы на отдыхе дружно и в цехе дружно. На Глубочинский каждый год почти ездим. День Металлурга, когда у нас с палатками, там пытаемся. Ездили в дом рыбака. У нас каждый год что-то. Новогодний корпоратив всегда. Очень много людей ходит. Ну и так мы дни рождения пытаемся поздравить людей всегда. У кого-то кто-то родился, кто-то женился, замуж вышли. Всегда мы собираем деньги, естественно, и человеку какой-то подарок делаем. Его задача – проследить, чтобы продукция Т1 на выходе была идеальной. Поэтому каждую партию Вячеслав Ващенко проверяет вместе с контролером. А если случается форс-мажор, то бригадир легко наденет варежки и сам устранит неполадку. Говорит, что руководить не значит сваливать все дела на других. Нужно самому работать. Тогда все будет. И слава, и уважение. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости Твой день.